Ну и по военно-политическим новостям, тут самое главное новое сегодняшнего дня, это что в сети гуляет видео, где представители русского добровольческого корпуса заявляют, что они зашли в деревню Сушаны и Любичаны, которое является частью, ну, которое находится на этой территории Российской Федерации с целью освобождения страны от диктатуры Путина и призывает к этому присоединиться россиян. Вот смотрите, все вот эти новости о ДРГ в Брянской области, которая зашла, ну понятно, что если они зашли, то с нашей территории, потому что другой границы в Брянской области нету с внешними странами. Только с Украины. Вот это классический вариант операции под чужим флагом. Вот так проводится операция под чужим флагом. Почему? Потому что когда события, вот первый признак, как только события происходят с нашей подачи, то есть мы участвуем в этих событиях и эти события, или мы эти события генерируем, в Российской Федерации сразу реакция, ничего не произошло. Все хорошо. Вспомните атаки на военные базы в Крыму, да? Нет, это нарушение мер безопасности, это пожары, это хлопки, это задымление, что там еще не выдумать. Значит, да, можно сразу сказать, что мы к этому придем. Если Россия скрывает, значит это мы. Если Россия делает вот такую помпу с выкладыванием видео, причем пропагандисты перестарались так, что там сначала обстреляли школьный автобус, девочка погибла там какая-то маленькая. Вспомните мальчика в трусиках, распятого в 2014 году, да? Потом оказалось, что девочка вроде как ранена, потом оказалось, что автобус вообще никто не обстреливал. Вот. И потом появляется видео, и тут какой-то русский добровольческий корпус, два человека, о котором никто никогда нигде не слышал. Вот. И как они там оказались, откуда, я думаю, что жителям Российской Федерации лучше спросить у представителей ФСБ. Ихнего ФСБ. Когда такая помпа, такое сопровождение, такое обсуждение в средствах массовой информации, тем более, видите, методичку, видно, не всем разослали, или писали разные пропагандисты, точнее разные сотрудники отдела спецпропаганды ФСБ. Потому что даже тут нестыковка в данных среди подаваемой информации и в телеграм-каналах, и на средствах массовой информации. Причем докатилась до Кремля. Путин сказал, что это теракт. То есть удар по жилому дому в Запорожье это не теракт. В понимании Путина. Ракета-то российская прилетела в этот дом. А вот эти вот там зашли и неизвестно стреляли, они не стреляли. Тем более, что в своем видео это якобы военный этого русского добровольческого корпуса говорит о том, что они гражданских не стреляют. И никого в заложники не брали. Что они просто, они воюют с режимом Путина. И докатилась, Путин сказал, что теракт. Средства массовой информации уже назначили на сегодня экстренное заседание Совбеза России, где якобы Путин должен сделать жесткое заявление. Но потом вышел Песков и вылил ведро холодной воды на голову вот этих пропагандистов. Сказал, что никакого заседания на сегодняшний день Совбеза России не планируется. А завтра будет заседание в рабочем порядке с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Вот такая вот ситуация. Кстати, наше главное управление разведки сделало очень интересное заявление. Я вам его процитирую. Цитата. Российская Федерация сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК, вот этого корпуса. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные мероприятия, высказался представитель украинской разведки. Вы так как укрепляли границу россияне со своей стороны, кстати, Курская, Брянская области и Белгородская, они соревнуются между собой, кто сильнее укрепит границу. У них там стоят войска прикрытия, которые ведут постоянно огневое воздействие на нашу территорию. Мы оборудуем границу в инженерном отношении. Какая ДРГ? Как она могла туда проникнуть? Так что ищите на своей территории, россияне. Это только могли сделать сотрудники ваших спецслужб. Следующая новость, тоже из России, из Москвы, представитель Государственной Думы, народный депутат, генерал, он член комитета Государственной Думы по обороне, некто Соболев, сделал такое жесткое заявление, сказал, что нужно заканчивать спецоперацию и начинать настоящую войну в Украине. То есть, вот это они не считают войной. Никаких красных линий в отношении Украины не осталось. И нам нужно заканчивать спецоперацию и начинать войну с уничтожением средств и объектов коммуникации, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно, заявил депутат Государственной Думы. Вот такие настроения бытуют сегодня в Государственной Думе Российской Федерации. Ну, посмотрим. Путин до сих пор не может решиться вторую волну огласить мобилизацией. Потихоньку гребут военкоматы, но при этом старается это не афишировать. Молдова приняла законопроект в первом чтении, который чуть не вызвал потасовку в самом парламенте. Молдова возвращается к своим, я так понимаю, историческим корням. Они приняли законопроект, который заменяет словосочетание молдавский язык на словосочетание румынский язык. Коммунисты чуть не подрались. Не знаю почему. Я думаю, что исторически их два языка практически похожи. Вполне реально. Тем более, что большинство депутатов проголосовало именно за переименование. Я так понимаю, что это чисто формальная ситуация в том плане, что слово молдавский надо заменить на румынский. Если у них действительно язык очень похожий. Далее. Словакия направит в Украину 10 из 11 истребителей МИГ. Об этом сообщает нам Ассоше этот пресс. Ну, тут я бы сказал, аллилуйя. Полгода мы ждали. Оказывается, и в конечном итоге, я так понимаю, что переговорный процесс на финишной прямой. И мы должны в ближайшее время получить 10 МИГов 29-х, с которыми были на вооружении вооружены ВВС Словакии. И они их вывели из состава ВВС летом прошлого года. И сейчас готовы, я так понимаю, передать нам. Далее. Происходит встреча G20 на уровне министров иностранных дел. И, будем так говорить, это первая личная встреча. Произошла короткая личная встреча Антони Блинкина, главы Госдепа Соединенных Штатов и Лаврова. Министра иностранных дел Российской Федерации. Блинкин использовал дискуссию, чтобы довести до Лаврова несколько основных тезисов. Это первое, что США будут поддерживать Украину в этом конфликте, пока этот конфликт не закончится. Второе, то, что Россия должна отменить свое решение и вывести свои войска из территории Украины. И третье, это то, чтобы Российская Федерация освободила американского гражданина, которого они обвинили в шпионаже и посадили на 16 лет строгого режима в российскую тюрьму. Кстати, настолько противоречивая ситуация в отношении большинства цивилизованных стран, входящих в состав 20-ки, в результате того, что Китай и Россия отказались подписать совместное коммунике с формулировкой, где осуждается агрессия России против Украины, и с призывом к Российской Федерации немедленно вывести свои войска из Украины. Скорее всего, итогового коммунике на этом саммите подписано не будет. Вот такое разногласие произошло в ходе заседания Ж-20 на уровне министров иностранных дел. Еще одна такая новость, что самолет А-50, о котором мы с вами говорили два дня, который подвергся, были взрывы, подвергся, будем так, разрушениям, все-таки действительно оказался поврежденным, чтобы нам не говорили белорусские власти или российские власти, он оказался поврежденным, прилетал Ан-26, специалисты осматривали, я так понял, специалисты пришли к выводу, что летные качества самолет сохранил, поэтому сегодня зафиксирован взлет этого самолета А-50, но он взял курс на Таганрог, зашел в воздушное пространство России и повернул на Таганрог, отследили полет. В Таганроге находится авиационный ремонтный завод, значит самолет все-таки получил повреждения и не может выполнять свои функции, улетел на ремонт. До сих пор в Мочулищах мы не наблюдаем появления другого самолета А-50 с другим бортовым номером, который был бы технически исправен и приступил бы к выполнению функций разведения разведки, радиолокационной разведки на территории Украины. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Кстати, опять возвращаясь к новостям из Соединенных Штатов, Энтони Блинкин перед саммитом G20 на уровне министров иностранных дел посетил страны Азии, Центральной Азии. И он был в Казахстане, разговаривал с президентом Казахстана, обсуждали они там очень много вопросов. В результате заявлено о том, что в ближайшее время будет подписано соглашение и Казахстан объявил о стратегическом сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки. Фактически с таким заявлением можно сделать вывод, что Россия теряет самого крупного игрока в Азии, а именно Казахстан. Если согласно этому заявлению США договорились в лице главы Госдепа и президента Казахстана договорились о стратегическом сотрудничестве между Соединенными Штатами и Казахстаном. Опять же встает вопрос о ДКБ. Ну, оно хоть оно и номинальное, хоть оно и мертвое, не в состоянии решать никакие вопросы, но, тем не менее, на бумаге формально оно существует. Ну, посмотрим, как оно будет далее. Кто первый? Вот, кстати, я бы объявил конкурс, кто первый объявит о выходе из ДКБ Армения в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг территории Нагорного Карабаха или Казахстан после вот таких вот заявлений о том, что стратегическое партнерство в сотрудничестве между США и Казахстаном. И еще из новостей надо отметить следующее, что, надо отметить следующее, что саммит проходил вот этот министром иностранных дел в Индии, в Дели, Индия была, вот, и заявлений, никаких таких прорывных заявлений от Российской Федерации или других стран фактически на саммите не произошло. Вот эта встреча, это, наверное, для нас с вами самый яркий эпизод на этом саммите. Встреча, кстати, продолжалась так, 10 минут. Она была кулуарная, неофициальная, вот, и не закончилась ничем. Кстати, Энтони Блинкин, источник, который сообщил прессе, вот, результат этой встречи, не стал комментировать ответы Лаврова. Мы не знаем, что ответил Лавров на все три вопроса со стороны Энтони Блинкина. Вот, ну, а Энтони Блинкин прокомментировал этот разговор с Лавровым в том контексте, что не увидел желания Российской Федерации менять свое мнение или идти на какие-либо компромиссы. Вот такая вот сложилась ситуация.